Всяк входящего в автосалон Киа в субботу почивали имбирной выпечкой и безалкогольным глинтвейном. Так здесь отметили появление трех свежих автомобилей, но прежде всего второй день рождения внедорожника Киа Соренто. Автомобиль стал изящнее и динамичнее в своем новом облике. Машина получилась настолько удачной, что за ее руль не стыдно было сесть Михаилу по речи. Тут знаешь, важно найти свой путь. Суметь увидеть головной путь. И вовремя старается. После выхода в свет этого рекламного ролика Пореченков признался, что стал лицом машины не только и не столько из-за денег. Для меня настоящий мужчина это тот, кто может обеспечить полную безопасность своих близких в любой ситуации. Именно поэтому для меня важно участвовать в рекламной компании нового Киа Соренто, который отличается отличной управляемостью и прекрасно слушается водителя на самой высокой скорости и в любых погодных и дорожных условиях. Кроме неоспоримой примы красуются в автосалоне Киа еще две звезды. Сразу запрековавший к себе внимание Соренто припаркован новый Киа Сид в кузове Универсал. Хэтчбек дебютировал в Орле в июле, а теперь машина стала больше и вместительней. Это новый автомобиль, позволяющий взять с собой все свои вещи в дорогу для людей, которые любят активный отдых. И сразу за Сидом местный бестселлер, пользующийся авторитетом и спросом Киа Спорт Эйдж Лимитед Эдишн. Автомобиль выпущен ограниченной партией и то, что причиталось Орлу, уже почти распродано. Дмитрий один из успевших завести себе такую же. Был Форд, Фокус третий, Приоры, Приоры, все такое, но это первая машина внедорожная. Просто захотелось уже что-нибудь посолидней, по массивней, именно для Орловской зимы. У всех трех представленных в салоне машин появились вполне европейские черты. Хромированная кайма по решетке радиатора, как дань традициям Старого Света. Скромная и в то же время строгая оптика. Это уж совсем что-то от немцев. С компанией Киа с 2005 года сотрудничает немецкий дизайнер Питер Шрайер. Он раньше работал на Ауди. В честь такого перерождения, или лучше сказать, пластической операции, в автосалоне Киа открыли большой тест-драйв. А заодно объявили всю следующую неделю в Орле неделей Киа. Идея у акции проста. Посмотреть и прокатиться на всех машинах, которые представлены в автосалоне. Большой тест-драйв от Киа будет проходить в Орле почти до конца декабря. Прокатиться на этих машинах может любой желающий. Правда, если нет прав, то только на пассажирском сидении.